МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Установлено, что автомобилем в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на московском метрополитене. Проведено его медицинское освидетельствование на состоянии опьянения в Калязинской центральной районной больнице. По результатам исследования в дыхару воздуха на наличие алкоголя содержание этилового спирта не установлено. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-э和 тактикологического исследования биологического объекта. Прокуратурой Тверской области уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. В следователе Следственного комитета предназначена большая и крепотливая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, в связи с чем уголовное дело с отвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователем Следственного комитета в ходе предварительного расследования проведена большая и кропотливая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Приговором суда мужчине назначенного наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбиванием наказания в колонии-поселении. В Тверской области сотрудники полиции проводят широкомасштабную акцию «Не дай себя обмануть». Ежедневно полицейские встречаются с пенсионерами, рабочими, студентами, проводят беседы практически во всех крупных тверских предприятиях и организациях. Везде разговор об алгоритме действий при встрече с мошенниками, о том, как обезопасить своих близких, как действовать в разных ситуациях и куда обращаться, если человек все же стал жертвой злоумышленников. Напоминаем, участились случаи, когда аферисты представляются сотрудниками финансово-кредитных учреждений и под различными предлогами похищают крупные суммы денежных средств, которые жертвы обмана чаще всего оформляют в кредит. Особое внимание такой мошеннической схеме, как «Ваш родственник попал в беду». Еще раз напоминаем, настоящие работники банков не звонят людям о блокировке счетов, о незаконном оформлении на их имя кредитов, не просят установить на телефоны или планшеты программы перевести деньги на сторонние или якобы безопасные счета. Нельзя действовать под диктовку неизвестных, а необходимо прервать любой звонок, поступающий от сотрудников банка или других организаций, если такие собеседники требуют совершить какие-либо операции с Вашими денежными средствами. Код с обратной стороны, срок действия, держатель карты, а также никогда не нельзя сообщать остатки на счетах, которые у Вас имеются. Соответственно, все эти несведения есть в наличии банковских сотрудников. Если как только Вы слышите такие вопросы, значит, это 100% Вам звонят мошенники, и необходимо с ними прекратить разговор. Уважаемые жители региона, не ведитесь на уговоры злодеев. Это тот случай, когда лучше промолчать, прервать разговор, успокоиться и перезвонить, либо прийти в банк. А уж если сказали то, чего нельзя, немедленно звоните в полицию. Денежные счета мошенниками снимаются в течение от 15 минут до нескольких часов. Соответственно, если Вы в это время не успеете обратиться, уже не будет никакой возможности у сотрудников полиции предпринять меры по блокировке счетов мошенников и соответственно аресте денежных средств, похищенных на этих счетах.